Здорово ребятушки, с вами Ладушки, and to the end, пока что без понятия как и что, с мышкой, не с мышкой, с контроллером, нет вообще, в принципе, это первый кадр игры, так что поехали, поехали что-то попробуем как-то, о, я могу встать, я могу взять коплю, спасибо, я могу взять вот это брелок, талисман, спасибо, я даже не знаю, это моя семья, наверное, да, скорее всего жена и сын, по тому как это выглядит тут он в студии, если ребят вам слишком громко, подождите, я еще игра для контроллера, я понял, секунду как будет вариант, я переключу, давайте дождемся уже до геймплея, не опирайтесь на прошлый опыт, ведь осторожно, здесь нужно потерять меч и исчерпать припасы, листечь крови, читайте, реагируйте, не теряйте голову это интересно, мне игра обещает какой-то новый экспириенс и мне интересно, я хочу в это поиграть эта игрушка уже какое-то определенное время висит у меня на компе, поэтому черт, а как теперь попасть обратно? так, тогда минуточку, сейчас немножко покопаясь с настройками и вернемся оп, и мы с вами уже на контроллере, на геймпаде посмотрим, тут прям как-то очень-очень-очень оно как-то все запутанно выглядит, смотрите низкая атака, высокая атака, низкий блок, высокий блок а еще, кстати, смотрите, в чем прикол привет от Нинтендо, я путаю А и Б опять местами, смотрите, заходите в настройку, есть громкость низкая, средняя и высокая, даже ползунка нет, просто три уровня громкости пойдем мы с вами на вот этой вот, это низкая, но вроде как она нам подходит так, пока, пока что я могу только прыгать ничего другого мне сделать не дают я могу идти и прыгать, ну хорошо пойдемте, будем потихонечку смотреть, что нам предлагает игра концепция, задумка интересная я очень надеюсь, что все это оформлено тоже хорошо в общем, наверное, от этого будет зависеть, у нас сейчас посмотряшка или же полноценный геймплей посмотрим, до конца серии у нас есть время разобраться в том оправдает ли эта игра наши надежды почему, почему, когда ты слышишь хруст у себя под ногами ты вместо того, чтобы прыгать, достаешь меч и стоишь на месте ну хорошо, допустим так копье я посеял, да? копья у меня не будет, это печально у нас какая-то... о, я могу лазить снаряжение, здесь факел здесь ваш факел варивают другие варивают другие варивают А как факел поднять-то, дружище? Я все понимаю, а как... Ну, в таком неудобном месте. Во. Я... Я нож метнул. Да, я знаю, что это метание ножа. Бросит кинжал, ближний будет ударить. Повысь низкий прыжок, нажать, сменить цель, подвигать факел. Я понимаю, где поднять? Вот это. Но я это нажимаю, и ничего не происходит, хотя факел вот лежит на земле. Игра. Поднять. Вот это. Спасибо. Это... А, я нож еще и выкинул. Молодец. Короче, офигенно. А зачем я сюда пришел? Ну, по крайней мере, лазить я могу с факелом. Хорошо. Может быть, мы наш кинжальчик найдем, кстати. Было бы неплохо. Но он куда-то так улетел. То ли... Ну, я не знаю. Но на действие поднять ничего, к сожалению, не происходит. Вот. Вот! А здесь факел и кинжал можно поднять, и факел можно. Пофига себе, кстати, этот кинжал улетел. Ну... Подними. Ну, ладно. Нам тут явно не хватает... Погодите. Так. Главное, мне толчок к плечу. Низкое, высокое бросить. Влево, вправо подвигать факелом. Кстати, факел у меня в руках. Ладно. Нам тут явно не хватает какой-то детальки, но... Что там делать? Я так и не понял. Сейчас посмотрим. Из... Пустая бутылка. Открыть прип... Открыть припасы. У меня есть... Прядь волос. А, это, наверное, амулет как раз кости. И травы. Что это за звуки? Я уродил факел! Блин. Пока что я без понятия, как... Видите, здесь ничего не происходит, к сожалению. Можно, кстати, запросто что-то уронить. Нет! А все! А все! А все! Я потерял факелы. Что мне теперь делать? Ха-ха-ха! А! Вот! Я понял. Окей. Это интересно. Хорошо. Я понял. А! Вот это серая фигня, это тело. Да. На самом деле, некоторые вещи довольно трудно разобрать. Ну, я смотрю, что здесь свет, это максимально необходимая вещь, без него... В принципе, мы бы ничего не сделали. Правы нашли, это типа хилки. Кстати, кровь. Крови много. Хе. Прикольно, спасибо. Посмотрим, что тут. Вообще, вроде как пошли на охоту, а тут творится прям трындец. Погодите, сюда уступ. Я туда залезу. Да, я хочу посмотреть просто со всех сторон, что везде происходит. Не видно ни хренище. А, тут тоже уступ. С этим все в порядке. Забраться можно, если быстро клацать. Костер. Ну что ж. Учебный бой. Не, спасибо. Вы не ранены. Улучшить броню... Ничего для этого нету. А можно мне, пожалуйста... Я, я случайно кликнул учебный бой? Я не хочу, спасибо, не надо. Это мы сейчас... С женой будем драться. Атака снизу. Атака снизу. Фу. 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 Защи. Фу. 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 Ааа. 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 Ааа! На всякий случай нас обучают драться... подобрать кинжал дает я уже знаю спасибо это уже прошел таки бывают низкие высокий поставь блок высоко кстати интересно контратаки туда и икс это вот это финты лт плюс вай так ну давайте смотреть икс вай ответный ну хорошо тренировка окончена а можно нормально свою жену избить можно но нам надо бы возвращаться лучше поехали то есть тренировочный бой проводится исключительно у нас в памяти мне бы на самом деле предлагайте травы а у меня благодарит старый ключ я понял где мне факел взять пожалуйста извините я бы такой чтобы прям шкуру я его не его не я его случайно убил извините пожалуйста короче фишка в том что вытащить оружие и убрать оружие это вот нажать на стик но также если просто нажимаешь атаку тебя выходит оружие это печально то есть я человеку помог я его подлечил он не отдал короче проблем это вот в чем а у меня есть факел я просто на секундочку потому что у меня нет факел обидно что я его убил честно я не хотел этого делать ну так получилось вообще отвратить ну нормально такое заберешь предлагаешь человеку лекарства он тебе дает ключики такой а ну хорошо нафига к тебе шкура неплохо чувака тут кстати размотала то мы сейчас ледяную пещеру это выйдем да в ледяной пещере уж не бос ли тут случайно а мы на ледничок прыгаем хорошо я понял как она все закольцовано пока что в этом есть некий свой шарм я не знаю как она будет дальше немножечко не то чтобы клаустрофобно но прям инвентарь по хорошему душно пока что я еще не видел боевки как таковой посмотрим но пока что мне очень нравится то что используется 20 процентов экрана это конечно а что извините я должен был ножик метнуть а где ага это было максимально глупо а я могу в прыжке ножик метать так так пока что вы предлагаете тогда подожди в прыжке ножик я метнуть не могу просто ножик никак не реагирует на эту всю фигню да видите я не успеваю туда забежать просто пробежать я тоже наверное не успею хотя черт а если просто туда что-то бросить почему при этом выпадет и падает я понимаю делать шаг вперед и поэтому падает это что-то какой-то ну нож просто улетает просто перепрыгнуть я тоже не могу это а погодите а вот это моментик так а что мне то просто что-то туда бросить для веса я не могу мне нужно перерезать я ничего не могу там вон камень да я понимаю если бы я мог в прыжке бросить туда кинжал но мне явно сюда нет этот момент мне как-то не годится давайте подумаем давайте минуточку подумаем как оно будет короче смотрите ребят какой я финн тут понял и у нас есть если просто б это присесть оно оно кстати даже не не зажимается то есть ты зажимаешь он встает нажимаешь он то есть да его можно просто присесть на секундочку если мы бежим мы можем кувыркнуться мне кажется это то что нам тут может помочь если бы мы это сделали по нормальному ее просто хорошо 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 а как мне мне нужно поймать момент когда она именно вниз едет вы в этом нормальные вообще меня капнем убивает извините блин что то есть если меня не игра ха ха прекрати но я же нашел решение если я просто наступаю на эту фигню я тоже дохну а игра прекрати это же тоже не боевые мы а я я упал потому да все я упал потому потерял все свое снаряжение поэтому наверное факел прятать ну это же не это же типа сможешь навычку а ладно ребят у меня есть одна сумасшедшая теория а что если он реагирует только на да она реагирует только на сильные шаги поэтому каждый каждый раз когда я кувыркался я сам себе по сути копал могилу. Удачненько. Какие-то кости я подобрал. Возможно, из них можно будет какие-то костяные кинжалы сделать. Что тоже неплохо. Я не знаю, что там внизу. Я не хочу вниз. Мне пока и здесь неплохо. Вот эта фигня, которая от меня убежала, мне не нравится. Потому что они разбегаются уже второй раз. Это все приводит к тому, что они потом нападут всей толпой. Ох. А я с него ничего не получил? Красота. Шкура. Из шкур мы можем... При кувырке стукнулся башкой, потерял и меч, и факел. Красота. Мы можем туда пойти. Подождите. Тогда давайте сначала... Там еще лестница вниз. Я не могу этот труп обыскать. Боже, я... Я понял. А кто перезаряжает эти ловушки? Тут клетка какая-то. Зачем мне сюда? Немножко странное место. Не то чтобы странное, но... Но странное. Причем, смотрите, тут есть и лестницы, тут есть и... ловушки, которые кто-то перезаряжает. Хм. Ну, просто по логике метание кинжала, оно должно, по идее... Хорошо. Вовремя тайминги соблюдены. Эбэ-бэ-бэ-бэ. Ау. Что было с игрой? Я не знаю. Она почему-то решила в этот момент свернуться. Так. Исцелить раны. Да, давайте. Раны залечены. Учебная панель. Не хочу улучшить броню. Шкуры есть. Не хватает костей, не хватает веток. Вот. Две палки я получил. Блин. На самом деле, я пока что просто путаюсь в кнопках. Что у меня есть в инвентаре? У меня есть две палки, у меня есть две кости. Ну, хоть не два кости. И на том спасибо. Хорошо. Вот. Еще кости подобрали. Еще палку подобрали. Я... 3,3. Я могу сейчас улучшить? Могу. 5,5 надо так. Учебная панель. Не надо сделать варево. Три листочка нужны. Листочков, собственно, нет. Ладно, факел не пропадает. Факел получается... Мы его уложим в костер, но потом мы получаем... Мы можем сделать новый бесплатно. Хорошо, интересное место было. Ух ты ж, ё-порос... Нет! Нет, нет, нет! Ты чего, что? Я чуть не сдох. У меня, кстати, ни хп-шки, ничего. Любая вещь, это какие-то... Смотрите. Травы... Короче, любая вещь на земле, мы ее можно обыскивать. Не только трупы. Я сдох? Я вас понял. Костер это ближайшее место возрождения. Ну, в принципе... Привет, Dark Souls. Та, подними ты. Я серьезно говорю, я путаю кнопки, потому что я сейчас играю в другую игру, на другом геймпаде, вообще на другой системе, и... Ну, типа, противоположно, там, прыжок, это вообще другая кнопка, ту, которую я постоянно сейчас нажимаю. Мышечная память, ничего не поделаешь, это, на самом деле, наверное, проблема, так, наверное, на этой штуке стоит поехать. Сейчас посмотрим. Нет, на этой штуке не стоит поехать. А куда мне тогда? Извините, я немножко в замешательстве. Не-не-не, не садись, я обыскать хотел. Может быть, знаете чего? Может быть, вот эта лестница... Сейчас посмотрим. Пойдем там возьмем припасы, потом попробуем сюда вернуться. Возможно, вот эта штука, она для того, чтобы я мог именно выбраться оттуда. Давайте перепрыгнем. Да. Возможно, она реально просто... Да, блин. Вот это. Просто, чтобы я мог выбраться оттуда. Я понял. Значит, нам все-таки по той лестнице вниз. Это была какая-то бонусная локация. Очень неочевидны многие вещи, поэтому... Ну, знаете. Так. Ага. То есть, заходишь туда и кнопкой «Взять» активируешь эту фигню. А в другую сторону у нас... Собрать тут нечего. Музончик вообще не предвещает ничего хорошего. На удивление, трава. Я думал, будут кости. Но, знаете, лишним не бывает. Окей. Сходил мужичок на охоту, да? Прикольно. Я, наверное, зря это делаю. То есть, это, скорее всего, нужно было бы все зажигать, чтобы у меня было дополнительное освещение. Ё-парас это. Да-да-да-да-да-да. Вы нападать будете или где? Так, а... Фига себе оно спамит! Фига себе оно спамит! То есть, ну, реально, он не дает ни подняться, ничего. Просто вот так вот, пока лежачий, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, и четыре раза затыкал. Красиво. Нижняя атака, верхняя. Ой, нижний блок, верхний блок. Сейчас посмотрим. В общем, нельзя, да, чтобы оно... Ну, смотрите, ну, оно же мне вообще не дает подняться. Не, ребят, это на самом деле бред. Нет, я понимаю про реализм, про тяжелые файты, про всякое такое. Но я его блокирую, он меня блокирует. Окей, с этим я могу все понять. Но почему после моего удара он не падает? После его удара я падаю. И он меня просто начинает спамить удар за ударом. Ну, как-то вот, не знаю. Мы же не в Mortal Kombat играем. И у него открытий практически нету. Мы вон друг друга... Да, ну, я ставлю блок! Не, ребят, не-не-не-не-не-не, так нельзя. Сейчас я попробую еще разочек. То есть, тот момент, когда я думаю, вот он ударился, открылся сверху, у него меч снизу, он уставший, я наношу удар сверху, но он его успевает блокировать. У него с этим все в порядке. И, кстати, отдельное спасибо за вот эту длинную кат-сцену, не скипываемую. Это, вы знаете... Ну, она достаточно длинная. Когда столько раз проигрываешь, это становится уже достаточно длинным. Ну, я сверху блочил! Ты что делаешь? Убил? Убил, чувствую. Короче, не, ребят. Я, конечно, все могу понять, но вот такой геймплей, наверное, нет. Спасибо. Вот в этот момент, скорее всего, все решается, что это будет именно посмотряшка, а не полное прохождение. Ну, на самом деле, игра мне понравилась, концепт мне понравился, но вот эта часть, как по мне, не то чтобы она хардкорная, нет, хардкорные игры, это типа соусов, когда тяжело, но если понять, как это все работает, то ты это все сделаешь. А здесь, как на мой взгляд, именно вот эта механика, она немножечко недоработана, потому что у тебя блоков аж целых две штуки, верхний и нижний, и они на том же стике, где передвижение. И вот ты заблочил, чуть-чуть, чуть-чуть, капелечку отвел стик, и ты уже открылся. И ты уже пошел в атаку. То есть, ребят, сделайте мне две, у меня есть две отдельные кнопки под две разные атаки. Верхний и нижний. Сделайте мне две кнопки под два отдельных блока. Это было бы логично. Вот, там, например, тот же, ну, не знаю, вверх и вниз что-либо другое. Потому что блок на стике, особенно, когда это является настолько важной частью геймплея, это просто отвратительно. Во-первых. А во-вторых, то, что чувак спамит, пока я лежу, пока я ничего не могу сделать, ну, как-то... Вот это вот вообще уже некрасиво сделали разрабы. В общем, ладно. Пишите, что вы думаете про эту игрушку, кто ее уже видел, кто ее уже проходил, как вам, что вам... Что вы думаете? Может, я в чем-то не прав, может, я в чем-то не разобрался, или же, наоборот, у нас все так и есть. Будет интересно узнать ваше мнение. Заходите также в Дискорд, поболтаем. А пока что на этом будем заканчивать. У нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok